Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит, сажистый грибок, лишайники и мох, как избавиться от болезней плодовых деревьев. Садовые деревья часто поражаются различными болезнями, которые снижают урожайность, приостанавливают рост и могут даже убить дерево. Особенно страдают от болячек яблони, но не застрахованные груши, абрикосы, вишни и другие деревья. Читайте ниже в материале стилер, как избавиться от самых распространенных из них, сажистого грибка, лишайника и мха. Сажистый грибок Сажистый грибок часто является спутником тли, которая оставляет сахаристые выделения. Поэтому, первой мерой по борьбе с заболеванием и лечением является уничтожение вредителей, поражающих растения. Листья чернеют, скручиваются, поражаются плоды. Если дерево уже поражено болезнью, проведите опрыскивание, 150 граммов измельченного хозяйственного мыла и 5 граммов медного купороса смешайте в одном литре воды. Опрыскайте этим раствором пораженные места деревьев и кустов. Скриншот Сажистый грибок, YouTube Лишайники и мхи Эти недруги сада также любят поселяться на плодовых деревьях. Они замедляют рост растения, не позволяют ему хорошо плодоносить, а ветки со временем начнут засыхать. Кроме этого, наросты на побегах создают благоприятную среду для обитания вредителей. Сотрите наросты с коры и ветвей деревянными скребками, а затем опрыскайте деревца раствором железного купороса 300 граммов на 10 литров воды. Делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября-ноября или в марте. Озвучено Яндекс Спич Кит Важные советы по обработке деревьев осенью Осенняя противогрибковая обработка позволяет укрепить здоровье деревьев и предотвратить появление вредителей в следующем сезоне. После сбора урожая необходимо провести следующие мероприятия. Качественно очистить участок от сухих веток, опавших листьев и гниющих на земле плодов. Сжечь в дальнем уголке сада весь растительный мусор, чтобы уничтожить болезнетворные микроорганизмы. Опрыскать раствором медного купороса или одним из противогрибковых биологических препаратов. Приготовить побелку из воды, извести и глины, взятых в соотношении 7, 2, 1, и обработать ствол и основание скелетных ветвей. Тщательно перекопать почву у корней, в его верхнем слое любят зимовать вредители и грибковые споры. Ранее мы писали, как сделать опору для деревьев и кустов своими руками. Также читайте, как подготовить грядку под овощи осенью, чтобы получить ранний урожай. Субтитры создавал DimaTorzok